Теперь с аэродрома Кряж будут взлетать не только старые добрые Ми-2 и Ми-8, но и Airbus H-130. Он гораздо тише и может летать над заповедными зонами. Теперь, благодаря соглашению, которое было здесь подписано, Самара может стать центром аэротуризма. Исторический момент. Его не омрачил даже проливной дождь. В день заключения сотрудничества между ЦСКА и компанией «Хелепорты России» ввысь взмывают вертолеты. В честь торжественного события руководство аэродрома Кряж сделало подарок ученикам спортивного лицея. Небольшая воздушная прогулка. Раньше Арина Малова на вертолете не летала. Чувства, говорит, смешанные. Сидишь так же, в таком же положении. Если не смотреть в иллюминатор, вроде бы ничего не происходит. Страшно, но и не страшно, не знаю. Ну, уже летел, как-то было немного страшновато. Потом полетели вроде. Все, успокоился, стал снимать дальше. Ну, видите Самару, поселки с высоты, как говорится, птичьего полета. Очень понравилось. Свою историю аэродром Кряж ведет с 30-х годов. Тогда он еще был военным. В начале 60-х он стал второй важной точкой после космодрома Байконур. Именно отсюда 12 апреля вылетел экипаж, который доставил первого космонавта Юрия Гагарина из Энгельса на аэродром Безымянка. В 90-е Кряж расформировали и возродили только в начале 2000-х, уже как спортивный аэродром. Спустя несколько лет Кряж вновь хотели закрыть, а вертолеты списать или передать Сызранскому военному училищу. Но аэродром удалось отстоять. Теперь, когда ЦСКА начал сотрудничать с компанией «Хелепорты России», на аэродроме Кряж появится многофункциональный комплекс. Сюда будут прилетать гражданские борты и, возможно, даже джеты. И это откроет новые горизонты для воздушного туризма и бизнеса. Это не формальное подписание. Это принятый, выверенный, стратегический и бизнес-шаг для того, чтобы это все сделать. Ну и, соответственно, что мы здесь планируем, конечно, это создание авиационного учебного центра по подготовке коммерческих пилотов. У нас в стране не хватает 8 тысяч коммерческих пилотов. Наша основная задача сегодня сделать существование аэроклуба направленным на обучение, на подготовку молодежи, молодых пилотов. У нас, к сожалению, сегодня средний возраст пилотов, вертолетчиков уже далеко за 40. Это же имеет самое непосредственное практическое применение. Летчики могут быть востребованы в народном хозяйстве. Проектная документация в разработке. Известно, что на аэродроме Кряж будут ремонтные мастерские, ресторан, аэроклуб и, конечно, новые вертолеты. Планы самые смелые – провести чемпионат мира по вертолетному спорту. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.